Владимир Путин вербует и посмертно награждает медалями за отвагу уголовников, погибших на войне с Украиной. Такую информацию опубликовали журналисты российского издания The Insider. В исправительной колонии 2 Ростова-на-Дону в 5 утра на плацу выстроили заключенных, в том числе и так называемых обиженных. Низшая каста в тюремной иерархии. Среди вербовщиков, по словам источника, был человек с позывным «ополченец». За дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков на войне будущим новобранцам угрожали расстрелом на месте. В случае гибели осужденным обещали медаль за отвагу за подписью Путина и пурпурный орден за кровь и храбрость от так называемых руководителей ЛДНР. Подобная вербовка, по данным источников, проводилась также в исправительной колонии 3 Калуга и в исправительной колонии 6 Псковская область. Журналистам удалось раздобыть выписку из указа президента России о награждении медалью «За отвагу» уголовника Ивана Непаратова, погибшего в начале августа под Бахмутом Донецкой области. Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти – огнестрельное, взрывное, осколочное, проникающее сквозное ранение головы. Пожизненная биография у Непаратова была куда хуже, чем подсмертная и без наград. Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трехразбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех – 25 лет лишения свободы. Отсидел Иван Непаратов лишь часть срока – 12 лет, после чего его отправили воевать в Украину, где и закончилась его жизнь. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью Владимира Путина, а также медалью и орденами за кровь и храбрость со стороны руководства так называемого ЛДНР. На этом видео заключенный Андрей Ястребов подтверждает, что воюет в Украине. Родине помочь. Расскажи, как общаешься с родственниками? Все отлично. А с кем чаще созваниваешься? С мамой. Она поддерживает твои решения? Да. Переживает. Переживает, да? Да. Спорить о том, сам парень пошел воевать или его заставили, сложно. Да и находясь в безысходности, он вряд ли бы сказал правду на публику. А вот его тетя попробовала отстоять племянника, но в России это тоже непосильная цель. С тетей ты как-то поддерживаешь связь? Нет, не поддерживаю. А ты знаешь, что она в СМИ устроила целую волну публикаций о том, что тебя здесь якобы насильно удерживают и хочет вернуть тебя домой? Через маму в курсе. Может быть, что-нибудь хотел бы тебе передать? Что все хорошо и что я сам сюда добровольно поехал. По словам заключенных, вербовкой для войны в Украине занимается владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, отсидевший за разбой и вовлечение малолетних в преступную деятельность и имеющий звезду героя России. За участие в военных действиях Пригожин предлагает заключенным освобождение через полгода, если они, конечно, останутся в живых. Их используют как пушечное мясо, то есть их постоянно бросают вперед на линию огня. И они просто как расходный материал. Также Пригожин не скрывает, что за вербовку заключенных похлопотал лично Владимир Путин.